Здравствуйте, мои дорогие, с вами на связи Викана. Сейчас покажу расклад. Уйдет ли мужчина к любовнице от своей жены? Давайте будем такую щекотливую тему посмотрим. Кстати, это тема постоянных моих консультаций. Любовные треугольники, я очень часто их разбираю, очень много о них знаю. Фактически, знаете, это львиная доля обращений. Итак, хочу расклад я сделать каким образом? По одной карте. Одна карта – это великий кладезь знаний и информации. Это, в принципе, мой любимый конек, как я часто делаю. Я только в больших раскладах, я могу большие расклады, по две, по три карты на позицию раскладывать. Ну а здесь, чтобы не подогревать ваше любопытство, давайте посмотрим так. За большими раскладами обращайтесь ко мне лично, если вы хотите знать честную, точную правду. Если вы боитесь, вы, конечно, можете не обращаться, потому что я в любом случае буду говорить только правду. Сейчас я разложу семь карт, будет семь пунктов, и давайте посмотрим. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая. Будет семь позиций. И вот, что мы здесь, посмотрите, видим. Такая ситуация произошла. Женщина встречалась женатым мужчиной, ну, либо занятым мужчиной, давайте будем так говорить. И тут соперница с той стороны, жена, да, стала подозревать мужчину в измене. И у них дошло дело чуть ли не до развода, до скандала. И он исчез. Вот просто пропал. И здесь я спрашиваю, появится ли он еще. Появится. Мы эту карту видим. Появится. Аркан справедливости мы видим. Сейчас он взвешивает эти отношения, да, взвешивает то, что произошло в его жизни. И сейчас он как бы сравнивает двух женщин. Но выберет справедливое решение, все-таки появится, да. Я лучше сделаю то, чем я, как говорится, ничего мог бы и не сделать. Он появится, конечно, и появится достаточно серьезным таким намерением, серьезным разговором. Он захочет поговорить, выяснить отношения. Он не просто так появится. Почему? Потому что он какое-то время будет молчать, но появится не просто так, со взвешенным решением. Не просто чисто любопытство, да, вот посмотреть на свою женщину, да, там, в принципе, просто соскучился. Нет. Его очень сильно подтянет. Ему захочется реально. Он там взвесит все за и против, да, все обдумает и появится, конечно. По поводу жены. Я вижу Аркан дьявола. Он давно уже ей манипулирует. Он давно ее обманывает. Он живет в обмане, да. Вот. Поэтому, в принципе, это некий манипулятор для нее. Потому что она, по всей видимости, жила в большом, будем так сказать, обмане. Но он зависит от нее. Каким-то таким образом, что он зависит. И тут же мы видим, что этот брак был создан не по любви. Этот брак был создан по какой-то корысти. Кого-то из них. Но он так жернился по какой-то корысти. Либо попался на какую-то уловку. Либо пошел, как говорится, просто, как вам правильно сказать, на знакомство с этой женщиной. Но попал каким-то странным образом. Может, его даже приманили магией. Там то, что Аркан дьявола показывает чувства его такие, знаете, не очень честные. Да еще этот Аркан всегда показывает, что о магии. Там тоже без магии дел не обошлось. Может быть, он был на привороте изначально с этой женщиной. Поэтому, когда мужчина изначально на привороте, возможно, она какую-то магию все-таки применяла для того, чтобы заполучить этого мужчину. И поэтому получила такого человека, который ее обманывал. Который, возможно, не хотел жить с ней. Он, знаете, реинкарнировался и стал совершенно другим. Я всегда говорю, когда вы делаете черную магию на мужчин, вы получите все наоборот. И эта женщина получила все наоборот. Вероятно, она все-таки ее применила. Об этом чувстве он ее обманывал. Но, знаете, по чистой монете, чистой монеты, ну, не было в жизни никакой чистой монеты. Не было честных отношений у него к ней. Он постоянно чувствовал себя как-то, знаете, как говорю, как человек в такой, знаете, в крапивной рубашке, крапивой. Его постоянно жгет. Что-то не так, не эдак. Не получается. Не хочу. Не буду. Постоянно убегал из дома. Куда-то старался уехать. Меньше находиться дома. Постоянно подбирал какие-то слова, чтобы ей как-то это сказать. Чтобы она не обиделась. Скрывал свои действия. Вот такая жизнь во лжи. И поэтому по аркану справедливости мы здесь видим что? Мы здесь видим, что он действительно взвесил свою жизнь. Он оценил эту жизнь. А как я жил? А что было в моей жизни хорошего? И поэтому он оттуда выйдет и придет и появится просто с завершенными решениями. Он захочет справедливости, справедливых отношений. Наконец-то жить по-человечески, да? Чувствовать любовь, быть любимым. И здесь он, вероятно, почувствовал все-таки любовь. Да? Вот мы это видим. По поводу вас я вижу четверочка копков. Здесь очень такая карта. Мужчина получил, видите, чаша с неба подается. Чаша – это символ второго, считается, чувств, да, любви. Он почувствовал, что его наконец-то любят. Что он наконец-то тоже полюбил свою женщину по поводу от любовницы своей на стороне женщины. Это я про ней говорю сейчас, да, если кто не понимает про кого. Он устал в той жизни. Такой чувство, что его действительно жарили на сковородке, как он понимает. Что он не жил ни своей жизнью, он жил какой-то чужой жизнью. И поэтому он стал, он даже осуждает себя за свое поведение. Я вот такой гадкий, потому что жизнь у меня такая. У меня жизнь заставляла с этой женщиной так жить, именно таким образом. А теперь он расслабился. Он успокоился рядом с тобой, да, вот он сейчас смотрит. Если ты на себя примеришь этот расклад, он успокоился. Он понял, что наконец-то он может рядом с тобой успокоиться. Он может отдохнуть, он может расслабиться. Он может побыть таким, какой он на самом деле есть. Ему не надо врать. Ему не нужно изгаляться, да, ему не нужно прятаться. Ты, знаете, некая такая спасительность, ты его спасла, как он считает, с тех отношений. Если бы он тебя не встретил, он вообще не представляет даже, на что бы была похожа его жизнь. Вот, понимаете, вот такая жизнь и была бы. Он уже сам стал похож на этого рогатого. Он сам себя уже ненавидел за то, что он стал такой циничный, злой, да. А здесь встречает женщину и стабильность, четверка, кубка. Он наконец-то, наконец-то... Это также карта, кстати, показывает, что вы ему по судьбе. Вы ему по судьбе. Судьба не просто так вас свела. Вы его как спасение. Вот с неба судьба подает чашу. Вы его спасаете. Вы спасительница. И он тоже так думает. И карта это показывает. Что я наконец-то встретил женщину, рядом с которой я могу жить, наконец-то, своей нормальной человеческой жизнью. Далее, что хочу сказать. Дальше отношения. Он также спрашивает. Какие дальше между вами будут отношения? Я вижу ту спинтакль. Отношения должны начать улучшаться. Потому что из того, что он извлек из своей жизни, извините, и, вероятно, и вы тоже помучились, да? И вы, наверное, всё-таки помучились в этой жизни. Поэтому, в принципе, туза, пентакли всегда, я всегда говорю, дальше можно не смотреть. Отношения должны просто развиваться просто каким-то таким, знаете, таким образом, что все четыре, пять грани, извините меня, туза, пентакли, это фундаментальный знак считается. Это знак огонь, вода, земля, воздух и высший дух. То, что всё должно соединиться. Между вами должны начаться со временем гармоничные отношения. Потому что опыт у обоих. Оба вынесли какие-то, знаете, из прошлых отношений составляющие. И поняли, как надо. Какого человека я искала, либо я искал. И что мы хотим оба от этих отношений. Поэтому мы здесь видим такую хорошую карту. Видите, олень, туз пентакли. Посмотрите, как прекрасно здесь всё это выглядит. Наконец-то вот этот олень принёс в вашу жизнь с этим мужчиной. Вернее, даже принесёт в будущем. Вот такой, знаете, фундаментальность, победу такую в отношениях. Счастливую настоящую жизнь. Мы должны чётко понимать всё-таки, в принципе, что сейчас, если мы видим, что он всё-таки на той территории находится, с той женщиной, нужно всё-таки как-то понимать, что ему нужно побыть, может быть, одному и вынести самому это решение про консправедливости. Расклад может измениться, если кто-то из сторон начнёт себя вести, может быть, агрессивно. А может быть, давить друг до друга начнёт. Особенно вы, если будете его подгонять, давить. Здесь этого делать не надо. Почему? Потому что я вижу, в пользу кого сделает выбор мужчина. В пользу кого он должен, вернее, сделать. Первое, о чём мы говорили, о жене, да, либо о той женщине, которая двойка мечей, он будет думать, да. Но в итоге у него, как говорится, перекрыто будет сердце, да, двойка мечей. Он сделает выбор. Выбор будет не мучительный, сразу говорю, двойка. Он просто закроет дверь в ту жизнь, да. Видите, закрыты глаза. Он решит так. Он будет думать об этом. И, вероятно, уже думает об этом. И он решит. Это закрытие. Эта карта много что значит, на самом деле. Но именно в этом раскладе я вижу, всё-таки, вот видите, перечёркнутое сердце, закрыты глаза. Он закроет дверь в прошлое с этой женщиной. И так оно должно на всяком деле произойти. Ну, а по поводу вас, посмотрите, вот эта карта. Счастливая женщина. Она получит, вернее, вы получите всё, что вы хотите. Эта счастливая, довольная женщина, счастливая. Всё у неё хорошо, всё у неё прекрасно. Наконец-то почувствует себя настоящей, счастливой женщиной со всеми вытекающими отсюда последствиями. Она сможет управлять своей жизнью. Она, наконец-то, все её мечты сбудутся, да. Вот посмотрите, какая разница между двух карт. Кого он выберет? Ту женщину либо вас? Ну, та женщина, конечно, будет переживать. А также эта карта, видите, мечевая, она показывает даже расплату. Ту женщин за то, что она всё-таки, наверное, всё-таки применила магию, да. И какими-то нечестными путями привлекла этого мужчину. И остаётся она в забвении, эта женщина. Вот здесь, кстати, мне хватает ещё одной карты. Давайте я с колоду ещё одну достану карту. Во-первых, ещё что дальше хочу сказать. Как же вам всё-таки дальше поступить? Не надо сейчас его ревновать, думать о том, что всё-таки отношения могут разрушиться. Не допускайте этих мыслей, что они могут разрушиться, эти отношения. Просто аркан повешенного всегда показывает утро-вечер мудренее. Не принимайте каких-то скоропалительных решений. Не надо. Подумайте, что должно пройти время. Быстро ничего не решается. Перестаньте его ревновать. Потому что ревновать нам совершенно не к чему. Не нужно, не нужно разрубать эти отношения. Не нужно негативных каких-то слов в его сторону. Не нужно злиться на этого человека. Почему? Потому что если вы его выбрали. Возможно, вот по этой карте он сейчас некий такой, знаете, мягкотелый. Вам кажется, что он не может, знаете, как говорится, не вынести какого-то саморешения. Он расслабился. Да, не бывает, что вот он пришел как дурак какой-то. Я ему говорю, он стоит, улыбается. Я ему говорю, надо сделать. А он говорит, ну ты не переживай, все будет нормально. Потому что рядом с вами мужчина реально расслабился. Он расслабился. Он рядом с вами вообще не хочет обсуждать никакие проблемы. Он даже вспоминать то в жизни свою не хочется. А вы говорите, например, давай принимать какое-то решение. Он примет это решение. Поэтому вот эта карта говорит, не будьте вот такой. Не будьте такой настырный. Не будьте злой к этому человеку. Дайте ему время принять решение. Да, возможно, пройдет время. И он останется с вами. Аркан повешенного показывает, что время все лечит. Время все решает. Время все расставит на свои места. Поэтому как вам быть, я вам уже сказала. Но здесь вот самое главное, это тут карта Аркан Дьявола. Вот эта карта, вот она, посмотрите, какая. Вот это его жизнь, прошлое. Он прям горел. Он горел в тех отношениях, превращался. Он, возможно, был раньше другим. Но он со временем превращался в какого-то действительно высчая дяда. Он даже сам себя начинал бояться, потому что он стал злой, он стал агрессивный в той семье или с той женщиной. Потому что там была вот, даже вот сейчас без тени сомнения, можно еще раз вернуться к карте и, знаете, сказать так, что там реально, может быть, ошейник одели, да, может быть, приворот сделали, может быть, присушку сделали. И человек просто стал вот там сам не свой в тех отношениях. Поэтому сама причина того, из чего он выйдет по Арканску привилю, в тех отношениях, понятна. Человеку действительно захочется пожить реальной жизнью с реальной любимой женщиной. Вот, мои дорогие, я вижу такой расклад. Карт немного, их всего семь. Вернее, даже восемь. Да, я еще одну достала карт все-таки вот для того, чтобы понять, как вам себя вести. И поэтому, если, как говорится, все будет идти по этому раскладу, если два человека, кто-то из вас не изменит решение, не поведет себя как-то по-другому, по идее, это что такое расклад? Это будущее, которое желает таким стать. Вот я вижу вот такой прогноз. Вот такой расклад, мои дорогие. Кому нужен личный расклад, обращайтесь, будем разбираться в вашей ситуации. С вами была Викана. Ожидайте моих новых раскладов.